А представители старшего поколения в это же время проходили обучение по получению электронных госуслуг. Госслужащие волонтеры сегодня побывали в Рудницком центре оказания специальных социальных услуг. Ранее учреждение именовалось домом-интернатом для одиноких пожилых людей и инвалидов. Постояльцы здесь имеют возможность не только получать гарантированную помощь, но и посещать творческие кружки, заниматься спортом, а также изучать языки. Сегодня в центре организовали новый урок электронных госуслуг. Кабинет второго этажа интерната на время превратился в мини-цон. Пожилые люди внимательно изучают сайт электронных госуслуг и учатся подавать заявки в электронном формате. Среди слушателей курса – 57-летняя Ирина Харахорина. Ранее женщина работала учителем начальных классов. В центре она проживает более 7 лет. Участвую везде в самодеятельности, в художественной самодеятельности. Потом участвую в этом, в общественной деятельности нашего. В творчестве он занимается. У нас есть такая комната розовая, где трудотерапия, где мы делаем поделки, участвуем везде. Сегодня мне понравилось, что представители агентства «Цонок» пришли, показали нам эту работу, цифровую грамотность. То, что нам удобно, очень удобно старым, особенно людям, не выезжать в город, быть всегда здесь. И они приезжают, нас учат, как можно пользоваться, не выходя из дома, всеми этими приложениями. Очень благодарны мы за это им и вызываем такую признательность к ним, и ждем каждый раз их, и с удовольствием вам приходить и учиться. Потому что сейчас такое время, прогресс идет вперед, жизнь не стоит на месте, поэтому очень удобно и благодарны им за это. Волонтеры-госслужащие помогали представителям старшего поколения осваивать современные онлайн-сервисы. Основная тема сегодняшнего занятия – получение госуслуг через портал ЕГОВ. К примеру, как посредством мобильного телефона можно получить электронную цифровую подпись. Акция «Цифровые навыки для престарелых» организована на основании плана работы департамента консультативно-совещательного органа ЕРКИНЕСЭ, которая направлена на оказание помощи престарелым в получении цифровых услуг. Такого рода мероприятие призвано сократить цифровую неравенство среди граждан и получать услуги в более комфортных условиях. Быстро обучаемые, заинтересованные, понимают, что такое электронно-цифровые услуги и идут со временем. Самое главное – это получение электронно-цифровой подписи, потому что посредством электронно-цифровой подписи они уже могут абсолютно все услуги государственные получить через порталы. Порталы ЕГОВКИЗ, электронно-лицензированные, ну и многие другие. Курс цифровой грамотности прослушал и другой подопечный центра – Гаязу Кайбелеву, 64 года. Будучи активным пользователем социальных сетей, мужчина с улыбкой на лице осваивает и новый для него портал. Мы занимаемся больше в телефоне, хотим изучить, как бы компьютерские дела, повысить уровень. Утром встаем, как говорится, у кого есть желание, вся зарядка, кто хочет, умываемся, одеваемся, заправляем койки и занимаемся своими делами, у кого куда больше поклонности. И до обеда каждый занят своим делом. Кто хочет на кружки ходить. Сегодня мы как бы залезть в компьютер, изучить компьютер, ее навыки компьютерские. Но сразу мы не научимся, все будет постепенно. Эту технологию мы должны изучить. Хоть осталось недолго жить, сколько книга написана, столько будем жить. Ну встреча это, как бы говорит, нормально, даже отлично. Дом-интернат в городе Рудном работает более 35 лет. Сегодня в центре оказания специальных социальных услуг проживают 415 подопечных. Это пожилые люди и инвалиды первой, второй групп. Здесь они проживают, получают медицинскую помощь и даже посещают различные творческие кружки. Наша цель коллектива – создать хорошую, уютную атмосферу, чтобы морально-психологический климат был позитивный. Ну как бы наши сотрудники, конечно, стараются создать теплые те отношения, которые для лиц с инвалидностью и с пенсионерами наши. Здесь предусмотрено и питание, пятиразовое питание, в том числе и входит диетическое, согласно заключению врача-терапевта. Мы предоставляем здесь, согласно стандартов, 7 услуг. Это социально-бытовые, социально-медицинские, культурные, психологические, юридические, экономические и трудовые. Полезные уроки волонтеры и госслужащие будут проводить и дальше. Это поможет постояльцам центра избежать очереди в цонах и сэкономить время на получение каких-либо госуслуг. Айжан Коломбаева, Алексей Руденко, Телеканал Костанай.